Решила посмотреть фильм, называется «Любовь не по размеру», но в общем-то да, написано. У нас время уже полвторого ночи. Я решила глянуть. Обжариваю кабачки, как я обычно делаю вот так. Чеснок, майонезельник, соль. Наконец-то у меня руки дошли до них. Муж у меня их любит. Молодушки. Такие получились. Молочку так вообще давно не ела несколько дней. Сорвалась прям. Так, купила вот такой тортик, ну рулет. Это, видите, как он сделан. То есть не просто, как обычный рулет апатизированную. Здесь называется «Карамелька». Это к чаю. Огурцы. Ну, кушать просто, да. Потом два вот таких «Чуда». Два вот таких «Чуда». Дальше творожок. Я понимаю, что тут содержится химия, но просто молоко пить с кипиром, к сожалению, я не могу постоянно. Вот такой. Вот «Савушкин». Это творог зерненый клубника здесь. Это зерненый творог. Прикольно. Значит, здесь клубника. Берешь сюда и смешиваешь. Вот. Еще одно «Чудо». Потом творог вот такой. Кудника-земляника. Потом два вот таких ни разу не брала. Это у нас с молочным кремом пирожное-бисквитное. Потом «Слобода» бью йогурт с черникой. Это себе я тоже заберу. Ну, не знаю, муж будет пить, не будет. Мажетель. Пинаколада вроде как. Да, пинаколада. Просто у меня раньше другая упаковка была. И, сколько я помню, нам пинаколада нравилась. Потом он исчез. Мы не могли найти. Сейчас я увидела пинаколаду. Надеюсь, что это будет вот. Все, вершина. И на это все. У нас ушло 625 рублей. Кошмарную цены. Ну и цены, ну и цены. Постоянно я удивляюсь, что за цены, что за цены. Как будто что-то... А-а-а! Девочки! Вот так он с вами поздоровался. Катя все со своими отеками носоглоточной борется. Гля, они... А-а-а! Они поменяли упаковку. Ничуть плохо не стало. Гля, вот видишь, 280. В нашей аптеке было бы 300 чем-то. Да. Потому что, как бы, не 4. Все-таки не зря, что ты там купила. Ну. Ну, правда, там не все лекарства прям бывает выгодно покупать. Но, тем не менее. И бывает, что нет такого количества. Ну, бывает, что вообще никаких нет. Ну, и что? Что, чтобы я грызла? Да. Ботом. Слушай, а Катя есть только ботом. Один. А я с собой, что у нас Катя есть только яйца. А это что такое? Писечок я рыла, грызла. Бедный. Сметану. Спасибо. Катя есть ботом со сметаной. Вот это вот молодец. Потому что он знает, что это мягко и... Ну, глотать удобно. Ябочки. Вот это сочные. Да, которые я люблю. Сочные. Вот они твердые. Их надавляешь, они твердые. Соответственно, они будут сочные. Я как раз хотела тебе, знаешь, позвонить и сказать, что я хочу мандарины. Но думала, может, не врать. Вдруг они кислые будут. Будут кислые, будешь сам есть. Спасибо. Бедаю. Это тоже тебе. Вот. Такое ощущение, как будто я в больнице лежу. Ты знаешь, что ты мне передачку привез. Ну, да, ну да, с таким, с верхом. А это я щеки взял. Знаете, что может муж себе позволить купить-то? Несчастную херню какую-то. Кошмар. А это тут вот что-то. А что ты так мало себе купил? Какую-то... Я не знаю, я у тебя от всех ем. На один секунду, ни фрукты, ни чего не ест. Ну, хрен застаешь. А что, винограда не было? Спасибо. Картошка по-дервенски. Все на ютюбе готовили, я тоже решила приготовить. Кубки. Ну, как покупки? Почему покупки-то? Мы гуляли с вечерком, воздухом надышало. И в туалетную бумагу зашли, взяли вот такую вот. Два слоя. Плохо, быстро закончится, но ничего. Вот такую взяла. Совершенно. Потом совершенно дикторное мыло. Убрать надо будет. Потом в аптеку. Вот теперь я взяла такие влажные салфетки для интимной веяния. Три по цене двух. Значит, одна стоит 29,9. Странная цена. Очень странная цена. Вот. Вот, получается 30-30, 60 рублей 3 штуки. Почти как в фикс-прайсе. Только я не знаю, фикс-прайсе сколько. Здесь 20 штук фикс-прайсовских. Ага. Фикс-прайсовских 30. То есть все выгоднее брать. Ну, ладно. Дальше. Генферон лайт. Виспозаториев. Висинтерферон и плюс таурин. Ни разу не принимала. Выписал. Гинеколог. Свечки в попу. Даже беременна можно. Вы-ка знаете, у кого там папилломовирусная инфекция, у кого герпес. Там, ну, в общем, это те таблетки, которые я сразу не купила. Ну, пропила антибиотики. Решила. Что-то такие дорогие. Ну, это они дешевле как-то. Свечки, свечки надо держать, наверное. В холодильнике. Хочу их на ночь подоставить. Мне вот эта нибиотика все хуже стала. Плохо спать вообще стало. Горло высушило. Так, и боксет взяла. Форте. Мультипробиотик. Ни разу тоже не пробовала. Можно не хранить в холодильнике. С 20 капсул. Еще также есть 10 капсул. Сделаны в Великобритании. На них посоветовали девчонки. Девочки. Посоветовали мне. Сказали, что принимали. Вот. Вот они, бактерии. Видите, много. Мне бактерии нужны, потому что после антибиотиков, жесть. Животные десатся. Трусятся. Такая инструкция здесь лежит. Ну, это как бак, я так понимаю. Надеюсь, мне подойдет. Идеальный пробиотик. Вот. Две в день. Это значит, что это на 10 дней. Потому что я думала 10 капсул брать, а не 300 в чем, там 20. Пришлось раскошелиться на 20. Потому что вот две в день, это вот в 10 дней всего. А надо, потому что если кишечник не очень, то он, конечно, у нас будет не проскоро у женщин. Тоже не очень. Выпить во время применения пищи. А я сейчас пентавит. Выпила еще пентавит. Я покупала. Опять мышцы болят. Враги. Вот эти. Вот эти из комплекса витамина В, никотинамид. И цеперезин приходит. Цеперезин. Цеперезин. Потому что отекает носоглотка тяжело. Дышать ночью. От храпа своего просыпаюсь. Никогда не храпела. Сейчас у меня обувь все как бы слипается. Знаете, синдром опно. У храпящих людей. Вот так вот. Так, в аптеке получается у нас вершина 128 рублей. А в аптеке мы оставили 1084 рубля. Это у нас аптека. Блин, время сколько? Пятый час уже так темно. Золото-то я не люблю, конечно. Зиму темнеет очень рано. Не видать освещение. В общем, мы едем увлажнитель. Давно хочу купить увлажнитель. И никак не получалось. И сейчас не знаю, получится ли есть, какие цены. Конечно, я хотела бы очиститель воздуха, как минимум. Но он дорого стоит. Поэтому попробуем увлажнитель попробовать. А то у меня сохнет, просыхает носоглотка. Еще аллергия вот эта вот. Я как бы не уверена, что на самом деле подойдет мне. Потому что вообще от влажности у меня, наоборот, закладывает нос. Вот в Калининграде почему я не смогла, потому что там повышенная влажность. Поэтому не смогла там. Но врачи советуют. Придется пробовать. Поэтому я думаю, наверное, стоит пока купить недорогой. Попробовать, как я буду себя чувствовать. Вот едем смотреть. Мужа отправил за колбасой. Разменять деньги и заплатить за коммуналку. Все. Вот так вот. Ехали-ехали. Вот мы и приехали. Класса поскорее. Класс. Ага. Лучше бы они черные. Джулиус Мейнл какой-то. Эрил Грей. Я хотела черное, а черного нет. Придется пить, что есть. Придется пить. А что это? Паста что-то. Что это такое? Прямо его знаю. Ладно, будем чай пить. Так. Предпочтительно. Мы зашли в ленту. Отпарыватель. Ой, увлажнитель. Они не дали купить. Ладно, сучу. В общем, выбора не было. Были одни дорогие. Я хотела подешевле взять. Подешевле, видно, на сайте заказывать. Ждать, когда привезут. Ну, вообще, были витрины такие пустые, да? Мне кажется, их разобрали просто. Видно, у всех носоглотку пересушило от отопления. Так, вот эти мне очень нравятся печенья. Детские. Колбаса апсервала. Питерские. Это не с лентой. Ну, ладно. Вот какой там хлеб какой-то. Масло. Надеюсь, нормально. Что тут еще есть? Тоже на суп. Почти 40 рублей. Болгарский перец. Вот так. К окошкам. 365 дней. Фирма. Масло тоже. Вот видишь, от этой фирмы. Кстати, по-моему, вот эта фирма в Ашане тоже. Петерочка не она? Ну, пятерочка тоже. Если такая, то тоже картошка, молоко. Это хит. И, ну, икру я очень опять захотела. Вот, спасибо. Все, больше ничего нет. А куда столько денег потратили? Не знаю. Как обычно. Укроп. Две штуки. Вот жвачка, которая. И какую-то хер. Ла-ла-ла-ла-ла. Что-то. Какую-то хер подарили. И попробовать кошки взяла. Колбаски с телятиной. Сейчас будем пробовать. Что-то кот орет, гонит. Потихоньку. Брюс, пробуем. Сигаретка. Не, она мягкая. Брюс просто в шоке. Немножко не понимает, что это. Купила еще витаминки животным. Ой, как у собака. Ой, зацепился. Ой, помогай. Господи. Две руки. Вот. Взяла для кастрированных. Кошек. Ну, вот пишут, какие тут витамины. Каурин даже есть. Так, барс. Капли против блох и клещей. Коту взяла и... Хорьку. Ну, тогда хорьку брызгали. По-моему, мне кажется, они слабенькие. Не знаю. Не знаю, не знаю. Так. Сейчас будем капать. Взяла пижаму. Вот такие... Бриджи, получается. Ну, раскрывать не буду. Так, бриджи, да? Не штаны, а бриджи. И вот такая вот кофта к ним. Вот. Специально беру широкую, чтобы ничего нигде не давило. Специально такую широкую взяла, чтобы вся вмещалась я. Такая пижама. Вот это я не знаю, я себе под пижаму взяла или... Вот это длинные штаны как бы должны быть уже подлиннее. Ничные нитки. Вот. Такие штаны. Здесь так немножко утепление вот есть. Мне кажется, это хрен я видела. Потом по швам уйдут. Здесь по швам могут пойти, ну, рваться будут. И кофта. Вот такая вот. Вот такая вот кофточка. Морячная. Естественно, здесь такой же материал. И пуговички. Маден Китай. Тоже, надеюсь, влезу, потому что не мерила. Вот такая вот. Сейчас мне понапишите, что Катя. Как можно такое носить? Не уделяйте так много внимания вещам. Это все лишь тряпки. Не на то ценности вы свои тратите энергию свою. Не на то. Это тряпки, понимаете? Оно не вечное. Я, наверное, на этом закончу свой влог. Сейчас коту нанесем. Потому что они блоки кушают. Кстати, машинку привезли. Вот. Фирму Максвелл. Стали бруса брить. Плохо, короче, бреет. Ерунда. Не подходит. Не получается. Наверное, профессиональную надо покупать. Для парикмахеров. А так вот. Видно. Наверное, не видно будет. Здесь, в общем, то, что мы побрили, вот сверху. Все, Брус, будем прощаться. Если я буду обрабатывать. Ну, в общем, надо вести его, стричься. Решили вести стричься. Или на дом вызывать, или... Ну, будем думать. Это он уже содрал, мы уже доклеивали. Вот. Да? Брюс. Блохастик. Все. Всем пока-пока. Встретимся. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok